друзья привет 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 сегодня видео мы с вами будем готовить суп харчо давно у нас не было кулинарного видео для приготовления супа нам потребуется грамм где-то 250 говядины вот говядина у меня она осталась со дня рождения лежала в морозилке достал ее разморозить 2 луковицы можно покрупнее томатная паста хмели-сунели так видно вам дать надеюсь соус кемали нашел только вот такой и рис где-то грамм отсвечивает да будет ну я думаю рис увидели вы рис надо будет залить водой холодной дальше про расскажу что делать так для приготовления супа значит я уже поставил поставил я уже воду пока берем просто воду что знаете неудобно снимать стало уже давно не снимал такие видео так берем говядину и нарезаем ее кубиками вот такими вот кусочками так наверное солнце он будет отсвечивать и а так темно будет ладно пусть будет лучше так что новости какие вам рассказать из жизни да никаких новостей нету то что видео снял своего первого хана сегодня на второй выходной день что-то я сегодня очень плохо спал ночью у нас такая погода плохая была ливень был в питере но уже что говорит пришла осень все уже пришла осень уже похолодало если сейчас там на улице еще днем где-то плюс 12 плюс 13 будет то уже ближе к выходным будет плюс 6 8 вот такая нас хотя сентябрь был довольно таки теплый кстати если кто-то не знает харчо это грузинский национальный суп так пока мы сюда мясо складываем так сейчас доску помою и в общем вот такими кусочками порезал и расскажу что делать дальше будем так что теперь делаем берем лук и его мелко режем лук теперь кстати на харчо можно использовать еще кинзу но кинзу я к сожалению не взял не стала покупать у меня стол трястись начал нажиму камеру удобно ставить вот так вот надеюсь будет получше но вам не видно будет что я делаю конкретно ничего не поделаешь друзья ничагом у меня кстати все в планах было еще раз ездить в Тосное и посетить Тотминский гравийский музей тем более мне люди писали что к нам лучше приезжать летом что-то летом я не доехал думал в сентябре получится в сентябре тоже не поехал а сейчас опять что погода испортилась это вот такие дела так что я уже заплакал от лука если честно так давайте сейчас я лук тогда измельчу и дальше покажу вам что делать так все я порезал лук честно настолько был просто ядреный у меня аж все глаза прослезило вот бывает лук нормальный а бывает реально даже не то что там глаза прослезит аж в горле начнет горчить такой лук тоже бывает у меня было такое так лук мы порезали теперь сейчас мы будем обжаривать вместе с томатной пастой обжаривать я буду на растительном масле но желательно использовать конечно по правильному маргарин но если использовать маргарин когда суп будет готов ну непосредственно будет стоять может покрыться такой пленочкой вот что не очень так сказать приятно может быть поэтому лучше вот использовать обычное подсолнечное масло я уже поставил обжаривать лук сейчас он чуть под колеруется и добавим сюда томатную пасту добавил я томатную пасту и продолжаем вот так вот дальше помешивать и еще пассеруем так у нас закипела вода и сюда мы добавляем нарезанную говядину и варим ее 30-40 минут и так прошло у нас чуть больше получаса я добавил лук пассерованный с томатом и рис рис обязательно воду сливаете естественно ну тут не знаю не видно сейчас будет вот теперь минут 10-12 продолжаем варить так у нас рис поварился где-то там минут 10-12 вместе с луком добавляем сюда 2 столовых ложки я добавил хмели сунели 2 столовых ложки ткемали соль и чеснок по вкусу ну чеснок я добавил сушеный можно добавить свежий то есть вы видите у нас уже рис прям хорошо так сварился прям набух да мне не получилось просто заснять как я это добавлял потому что надо было одной рукой ложку держать другой рукой держать банку из под соуса еще снимать было неудобно вот так вот и сейчас можно еще добавить сюда естественно даже нужно добавить этот самый кинзу мелкой нарубленную но я ее не купил поэтому я ее не добавляю и еще где-то минут пять поварить все это так ну что сейчас будем пробовать наш супчик какой у нас получился хороший супчик получился он такой мир острый то есть не сильно да то есть по мне нормально то есть переправы можете уже добавлять нам сами по вкусу да у меня получилось нормально в принципе нет не острый все вот прям хорошо может бывать она очень-очень острый получается вот такие дела на такой супчик у нас получился поэтому можете попробовать его приготовить вот поэтому всем спасибо друзья кто посмотрел это видео всем мне приятного аппетита да вам спасибо за просмотр всем пока